Всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. В текущем видео буду разбирать довольно-таки душесчипательную для многих из вас тему. Вы много раз уже писали о них в комментариях. Как ваш новый избранник или избранница будет относиться к вашим детям или к вашему ребенку, в зависимости от того, у кого сколько детей. Вот сегодня этот вопрос и будем просматривать. Работаю я сегодня с колодой Манго Таро. Это сразу, скажем так, предвещая ваши вопросы, соответственно, чтобы вы не спрашивали. Многие, особенно тарологи, практики интересуются теми или иными колодами, поэтому сразу я озвучиваю. Работаем стандартно. Я выложу 8 вариантов. Ваша задача проговорить ваши имена, слух или про себя, даты вашего рождения и, соответственно, озвучить вопрос. Как ваш избранник? То есть, если вы женщина, вы загадываете своего мужчину, и если вы мужчина, вы загадываете свою партнершу. Будет относиться к вашему ребенку, ну и, собственно, детям. Смотрите, если у вас леток несколько, да, вы можете, например, загадать один вариант в целом, да, как детям. И, например, каждому из ребенка в отдельности, загадав несколько вариантов. Итак, это будет такой у нас экспресс-расклад. Работаю я на прямых, на перевернутых арканах. Напоминаю об этом. Так, ну и давайте смотреть, как будет относиться загаданный партнер к детям, верен так, который загадал первый вариант, второй вариант, третий вариант. Четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой варианты. Пожалуйста, определяйтесь с картой, которая на вас смотрит, либо которая к вам интуитивно ближе. И давайте смотреть. Для тех, кто выбрал первый вариант, как ваш партнер будет относиться к вашим детям. Ну, смотрите, здесь у нас перевернутая звезда. Ну, либо мужчина ваш не оправдает ваших ожиданий в этом плане, либо он полностью, скажем так, отстранится от ситуации, скажем так, взаимодействия с вашими детьми. Либо в плане воспитания, либо в плане общения с ними. Давайте все-таки этот момент я уточню. Для многих это может поиграться, когда уже дети взрослые, и в целом взаимодействия никакого нет. То есть дети уехали учиться, либо в целом разъехались. Поэтому здесь как такового общения нет. В основном, я думаю, этот расклад будет более актуален для тех, у кого детки маленькие, да, и проживают сейчас непосредственно с вами. Давайте все-таки же я уточню, что же здесь будет конкретно. Ну, вот видите, перевернутая двойка жезлов, это как ситуация застоя. Либо такая вот позиция, выбрать политику и вашим, и нашим. То есть, чтобы не быть хорошим, либо не быть плохим, весь спектр обязанностей он как бы перекладывает на ваши плечи. То есть сбрасывает в себя эти полномочия. Мол, курируйте этот вопрос сами, чтобы не быть для вас плохим или хорошим, да? Ну, вот такая у человека оппозиция. Для тех, кто выбрал второй вариант. Как человек будет относиться непосредственно к вашим детям. Ну, здесь падает перевернутая двойка мечей. Я вам сейчас покажу в прямом положении. Видите, закрыты завязанные глаза. В перевернутом положении называется перемирие, невзирая на здравый смысл. Другими словами, человек будет многое спускать, либо прощать вашим детям, по той простой причине, что либо человек сам по себе неконфликтный, либо будет крайне дорожить вашими взаимоотношениями. Я не говорю, что это правильная позиция. Возможно, она в будущем может аукнуться, но факт остается фактом. Это, знаете, как бы желание либо заминать любой конфликт, либо в целом не лезть на рожон. Такая вот просто нейтральная, ну, знаете, как желание все тихо, мирно, гладко, дабы не скандалить, не выяснять взаимоотношения. Для тех, кто выбрал третий вариант, как будет относиться партнер к вашим детям. А здесь вот пустая карта. Объясню почему. Потому что, видимо, либо ваше будущее с партнером еще не предрешено, да, и непонятно будете ли вы в целом вместе. Ну, либо по каким-то причинам вам еще нельзя знать эту информацию. Извините, что вышло так, но тем не менее, я всегда в проводе использую пустую карту. Вот она здесь вышла. Поэтому я не буду давать вам ответ на этот вопрос. Для тех, кто выбрал четвертую карту. Как мужчина будет относиться к вашим детям? Здесь падает перевернутый туз мечей. Ну, сама по себе накал страстей, постоянно какие-то стычки, конфликты, непонимание, выяснение взаимоотношений. Потому что на самом деле ситуация, вы знаете, как постоянный конфликт интересов. Когда разный может быть здесь менталитет, либо в целом по этой карте абсолютно разные точки восприятия. Ну, то есть несовпадение биоритмов, темпераментов. То есть, например, ваш ребенок может быть более мягким, а мужчина у вас жесткий. Соответственно, будет требовать, например, дисциплины, либо какой-то отдачи. Давайте посмотрим, в чем же здесь будет корень ситуации. Ну, видите, десятка мечей. Здесь будет, понимаете, либо будет обижать вас, и как следствие будет получать отпор от вашего ребенка. Либо в целом вы здесь можете разойтись из-за ребенка. Потому что вот по этой карте, ну, ребенок для вас будет дороже. Вы не пожертвуете, скажем так, своим ребенком или детьми ради мужчины. То есть, приоритеты ваших детей для вас здесь будут выше, более значимые. Поэтому здесь по четвертому варианту, к сожалению, ну, вообще никак. Если, конечно, вас не подвела интуиция, вы правильно выбрали свой вариант. Для тех, кто выбрал пятый вариант, давайте смотреть. Перевернутая восьмерка кубков. На самом деле, в перевернутом положении это карта сюрпризов, подарков, неожиданной радости. Но вместе с тем, опять же, и такая вот нейтральная позиция, нежелание вовлекаться в какие-то проблемы, именно выяснение взаимоотношений и так далее. То есть, человек здесь будет держать какую-то нейтральную политику и стараться от этого отойти. То есть, видите, где-то вот мужчины вот, либо нейтралитет, либо на декущий момент крайне резкое положение вещей. Но, тем не менее, сама по себе ситуация тоже неплохая. Кстати, по перевернутой восьмерке кубков может задабривать ваших детей подарками и исцелить его к вам подход. Так, для тех, кто выбрал шестой вариант, как будет относиться. А вот здесь замечательная карта. Объясню почему. Потому что король Пентакли – это вообще карта-сигнификатор именно отца. Отца, который вкладывается эмоционально, поступками, делами, финансами, который держит руку на пульсе, который курирует ситуацию, который действительно несет ответственность, вкладывает всю любовь, душу и заботу. Дает стабильность, дает гарантии и уверенность в завтрашнем дне. Потому что для него вы будете, знаете, как единое целое. То есть, вот именно вы семья. И он не воспринимает вас отдельно, ребенка или детей отдельно, а как единое целое. И действительно, по этой карте, могу вам только искренне пожелать, пусть так и будет. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Это как обретение, знаете, как обретение даже своего отца, а им он получает своего ребенка. Если смотрит мужчина, то по этой ситуации здесь женщина будет тоже всецело вкладываться или отдаваться вашему ребенку. Да, в чем-то она может быть, и не могу сказать, что жесткая, но такой, знаете, любитель порядка, педантичности и контроля. Но только вам и вашему ребенку это будет во благо. Поэтому, ну, это, знаете, просто здесь качество такой женщины, которая является мужчиной в юбке. Но, тем не менее, для общения с вашими детьми это сложится очень даже неплохо. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант, давайте смотреть, что же у нас здесь. А вот здесь ситуация тупика. То есть, либо невозможно найти общий язык, либо не могут найти подход друг к другу. Потому что по перевернутой тройке жезлов, как вам правильно сказать? Я не могу назвать это безразличием. Сейчас карту дотяну. Ну, это либо человек просто не хочет, знаете, каким-то образом взаимодействовать с вами, с вашими детьми. Либо они считают нужным. Давайте проверим, что же здесь конкретно. В чем же здесь причина. Так, здесь у нас падает принцесса кубков. Но, видимо, человек здесь слишком эмоциональный. Особенно, например, если у вас девочка королева кубков. Это знаете, как ситуация будет, когда эмоции через край. Либо же, если вы королева кубков, вот послушайте меня, не обижайтесь, особенно если это женщины. То мужчина по факту не собирается с вами строить взаимоотношения. Это, знаете, воспринимает вас в роли любовницы. Поэтому, по сути, забота о вас, о ваших детях, ему в принципе не нужна. И построение каких-то качественных взаимоотношений с вашими детьми. Давайте смотреть, что же здесь. Перевернутая девятка мечей. Да, это знаете, как страх брать на себя обязательства. Желание сбираться от этих страхов. Даже если вы здесь не королева кубков, то мужчина, скажем так, не строит какие-то далеко идущие планы, касаемо вас, создания семьи и воспитания ваших детей. Поэтому здесь карты не показывают. Поэтому, видите, перевернутая тройка жезлов, закрытие перспектив. И последний итоговый вариант, как будут относиться. Но тут вообще категорично отрицательно. Карта башни здесь может быть даже карта эмоционального, либо физического насилия. Поэтому, женщины, задумайтесь. Я сейчас даже дотяну. Это, знаете, ситуация, когда может эмоционально разрушать вашего ребенка. Либо, как я говорю, да? Проблять какое-то физическое насилие. Либо это, знаете, желание сломать внутреннее я, внутренний стержень. Давайте смотреть, что же здесь конкретно. Так, перевернутая королева Пентаклей. Ну, это, знаете, потребительское отношение к вам и желание починить себе ваших детей. Потребительское отношение, использование, угнетение. Это когда вы человек полностью задавлен. Поэтому, женщины, милые, задумайтесь, нужен ли вам, скажем так, отец такой вашим детям. Насколько это будет оправдано. Ну, вот таким у нас вышел, к сожалению, расклад. Но какой есть такой озвучив, надеюсь, что все-таки он даст вам присмотреться к вашим мужчинам. Возможно, сделать для себя какие-то выводы. Если интуиция вас не подвела и ваша ситуация уже в каких-то хоть аспектах начальных проигрывается, задумайтесь, стоит ли с таким мужчиной, например, выстраивать отношения или не стоит. Ну, а вам и вашим деткам я искренне желаю счастья и обретения действительно достойного спутника жизни для вас и достойного отца, либо мать вашим детям. Пусть так и будет. Благодарю вас за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.